Когда последний раз приходил заступаться и в связи с чем за Викторией? Вы знаете, в основном это происходит в разговоре с журналистами. Так, нападают? Ну, не то, чтобы нападают, но я удивлен, насколько часто, скажем так, участников одного коллектива могут сравнивать друг с другом. Один лучше, другой хуже. Вот это все. Вы про свой конкретный случай? Да, причем в нашем случае это вообще глупо звучит, потому что мы мужчина и женщина, как можно нас сравнить. Кто-то написал, Вика, Саша слепой, если он не замечает, какая вы там, почему я, во-первых, я это вижу с 99-го года, на это смотрю, какая Вика. Я видел все вообще в ее жизни и все трансформации и реинкарнации, и все, что хотите, перевоплощение и возвращение. Все видел, и поэтому я никак не могу себя назвать слепым. И, соответственно, я реагирую как-то и говорю, ну, все, что могу сказать, говорю все, что в рамках моего, скажем так, морального и этического какого-то происхождения, так говоря. Ну, вот, не более. Сделаю вид, что понял, хотя, на самом деле, просто даже вот, даже догадки нет, о чем речь. Ну, вот представьте себе, что два человека работают в одном коллективе. Да. Каждый выполняет собственную роль. Здесь ни у кого нет главной, ни у кого нет второстепенной. Мы оба занимаемся на острие, потому что мы стоим впереди. Так. И тут кто-то умудряется вот это острие разделить на две части. Я так понимаю, что это мы про какие-то творческие аспекты. Безусловно, безусловно. И обсуждают нас вот именно и журналисты, и среди фанатов тоже есть люди. Он не поет, она поет, или наоборот, она не поет, стоит, ходит, а он поет. Вот там Александр всегда нравился больше, зачем тут Вика вообще рядом стоит. Ну, такие какие-то моменты. Но я считаю, это просто отдельно взятые. И это все люди, которые пишут где-то в соцсетях, вот это все распространяют эти истории. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.